Солнце в онлайн трансляции Да, да, уважаемые слушатели и зрители, вы не ослышались. После моего ролика Эффект Котлярова канал на ютубе Спайс Видео заблокировал демонстрацию космоса. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 15 часов ровно, 21.11.2016 года. Первое, что хочу сказать, те, кому нужна информация, канал Вячеслава Котлярова не информативный. Здесь человек рассказывает истинное положение вещей, как обстоят вещи на самом деле. А для информации, пожалуйста, идите на другие каналы, на телевидение. Как-то в комментарии часто попадают, что сейчас время пришло очень емко и сжато выдавать информацию. Вот именно сейчас вот как раз такое время пришло. То есть роботы для роботов, именно менторским голосом, ду-ду-ду-ду-ду-ду, выдают информацию. Вот дикторы телевидения нас научили, что информация должна быть такая лаконичная и все по теме. Но на самом деле абсурд ситуации заключается в том, что по телевидению это как раз 98% сказки Венского леса, а на просторах интернета можно найти очень интересную информацию, которую, так сказать, ни один телевизионный канал в мире не покажет. Перед вами сейчас идет демонстрация Солнца. Значит, примечательное видео во всех аспектах. Так как мы можем предположить, что мы видим перед собой всего лишь одно Солнце, дальше вы в кадре увидите, что их на самом деле два. Очевидно, что во всех ракурсах и во всех, в нашем понимании, визуальном подтверждении мы видим самые обыкновенные лампочки. Помните мой нашумевший ролик? Я даже, может, фрагмент вставлю, чтобы показать, какой я имею в виду. Замена лампочки Солнца. Я со своего старого канала удалил, но он благополучно расползся по интернету и набирает рассмотры. Я его убрал исключительно того, что он авторские права какие-то сильные на себе тянул, поэтому я не хотел травмировать свой канал этими авторскими правами. Значит, часто в комментариях пишут, почему автор такой невежда назвал ролик «Замена лампочки Солнца». Ведь это обыкновенное затмение. Ну, это надо насколько быть примитивным, чтобы не знать, что в мире существует очень много вещей, которые одно и то же действие называются по-разному. Какое дал муравей определение слону, неважно. Ведь муравей настолько мал, не в состоянии понять, слон это или гора, или может вообще это иллюзия какая-то. Поэтому вы замену лампочки можете называть как хотите. Можете называть затмением, падением, крушением, озарением. А перестановки слагаемых сумма не изменится. Ведь есть же много еще, к сожалению, людей, которые думают, что Солнце находится очень далеко от нас. На самом деле, вот кадры показывают, что, я так понимаю, человек, который снимал данное удивительное видео, находится на склоне горы и просто снимает Солнце лампочку, которая находится, так сказать, значительно ниже, чем он стоит. Может, идет незначительный обман зрения в плане высоты, но здесь не принципиально. Здесь же в чем главное, что Солнце не находится на миллион километров от нас. Вы знаете, хотел сделать ролик, как я иногда шучу, халтуру. Халтура ролик, что я имею в виду? Прикрепливается громкое название, там разбили Солнце лампочку, подбирается классный скриншот и просмотры обеспечены. То есть, там 10-20 тысяч просмотров. Люди с криповым мышлением эти ролики очень положительно воспринимают. И этот ролик, в принципе, планировался тоже. Солнце лампочка лежит на земле, и у него было бы колоссальное количество просмотров. Но те ролики, в которых я говорю очень много, очень долго и очень интересные вещи, они имеют меньше просмотров. Как я не раз, возможно, говорил, мне не принципиально количество просмотров. Если, уважаемые слушатели и зрители, обратили внимание, то в своих роликах я ни разу не сказал подписывайтесь на мой канал, я ни разу не сказал ставьте лайки. Все даже мега-мега блогеры, у которых по 5 миллионов просмотров, они все равно говорят подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мне это не принципиально по той простой причине, что знания, которые я стараюсь осветить, они на самом деле настолько уникальны, что не требуются в дополнительной рекламе. Я всегда с грустью улыбаюсь, как есть интересные, чудные люди, которые пытаются сказать, что эти знания я украл. Это вообще забавно звучит, то есть ребенок, когда приходит в школу учиться, то есть он, исходя из этой логики, он ворует знания учителей и потом эти знания выдает за свои. То есть он приходит, человек приходит к какому-нибудь мастеру, ворует у него знания, становится сапожником или отличным инженером, он просто ворует знания. То есть настолько маленький мозг и примитивный, что даже не может понять, что в нашей ячейке все общее, и знания, и земля общая. Ну, вы видите, землю поделили на концлагеря. Значит, получилось следующее. Когда я все-таки ролик хотел улучшить, почему он не стал халтурой, а почему я в нем говорю за кадром? Да потому что в момент поиска дополнительной информации про Солнце, я случайно, абсолютно случайно написал по-английски Сум и, к своему удивлению, увидел онлайн-трансляцию Солнца. Вы только подумайте. Ведь же есть люди, вот сейчас сидит какой-нибудь Данка-сан и так умиленно смотрит и думает, вот я увидел онлайн-трансляцию Солнца. То есть, без оскорблений, маленький мозг человека даже элементарных вещей не понимает, что наша Земля в миллиарды раз больше, и что за антарктическим кругом находятся новые земли, в которых есть свой антарктический круг, за которым также находятся новые земли и так далее, далее, далее. Найдя онлайн-трансляцию Солнца, я пошел дальше. И думаю, ну, если есть онлайн-трансляция Солнца, то, скорее всего, будет онлайн-трансляция Луны. И, о, уважаемые слушатели, зрители, о чудо, перед вами онлайн-трансляция Луны. Я думаю, опять же найдутся люди, наконец-то, вот кто-то заснял Луну, все-все вот эти альтернативщики, лжецы. На самом деле мы не альтернативщики, это официальная наука, альтернативная наука. Это сектантское направление, то есть это своего рода религия, культ, вера в то, что землян у нас маленькая, кругленькая, вот. Дело в том, что пройдет время, вот сейчас вот, знаете, когда человек какую-нибудь вещь говорит, и его люди не понимают, ему, знаете, как говорят, ты что, дурак? А пройдет время, и будет говорить, человек что-то будет рассказывать, там, узнаете, солнце находится очень далеко от нас, а ему будет говорить, ты что, физик? То есть подмена получится понятий, то есть уже слово дурак выйдет из обихода, и чтобы человека оскорбить, будет ему говорить, ты что, физик? Поэтому, если вот, если человек представился физиком, вы у него спросите, солнце лампочка или оно находится в миллионах километров от нас? Если человек представился физиком и говорит, что солнце очень далеко, вы можете дать ему смело леща. Не переживайте, это нормально, физик обрадуется, весело захихикает и пойдет довольный, что ему, так сказать, дали положительную нагрузку. Поэтому, если космонавта встретили, спрашивают, если он говорит, я космонавт, там, пять раз облетел зимнюю, и космонавту давайте леща. Вообще, давайте всем лещей, которые говорят, что мы физики, космонавты и так далее. Это люди, вот эти, так называемые космонавты, почему вот кто-то скажет, вот наглец, как это так космонавту леща дать? Да очень просто. Космонавт обманывает наших деток, детки неправильно воспринимают наш мир, и из таких деток вырастают данкосаны, которые элементарно их вещей не знают, а при этом пытаются людям навязать лживые, так сказать, знания. Далее, когда я начал изучать онлайн сон, онлайн луны, я захотел украсить ролик своими старыми видеозаписями. Ну, потом решил, что лучше по свежаку скачать что-нибудь или записать, и зашел на канал Spice Videos в надежде, что Russian версию мне удастся записать. И, к своему удивлению, я увидел, что онлайн трансляция была заблокирована. Но вы помните мой ролик, где я обратил внимание, что два месяца космонавты висят в космосе и никак не могут закрыть люк. Ну, что мы видим в кадре? Ну, полет идет, точнее запись, это с 31 августа этого года, и ребята никак не могут закрыть люк. Ну, по тем законам космическим, которые нам навязали, это против всех законов космических, полтора месяца с открытым люком быть. Только хочется сказать, закройте космонавты рот, а то гланды простудите. Ужас. Да и одежда сама, вы видите, вообще забавная. В шерстяных носках в космосе гулять, это, конечно, милое дело. На босу ногу. Вот. Космонавты висят в космосе и никак не могут закрыть люк. Это нелогично с точки зрения космоса, даже вымышленного. Но как это два месяца или три с открытым люком? Это у меня есть товарищ, великий спорщик, когда я ему показал этот кадр. Говорит, ну, понимаешь, там у них так все устроено, что там все загерметизировано. Кое бы ни было бы устройства, даже в океане, в подводной лодке, не будут два месяца люк открытый держать. Но это понятно, что космос, даже тот, который нам придумали, в нем с открытым люком два месяца летать невозможно. И так далее. Также, подбирая материал к ролику, я еще начал обращать внимание на другие онлайн-трансляции. Там, где показано, что Пицторкувата Бабся в космос собирается лететь. Ну, понятно, вот вы смотрите на этого человека, и сразу вам становится понятно, что космос открыт для всех. То есть, недалек тот час, что даже людей, которые, как говорится, уже вообще очень преклонного возраста, тоже будут запускать в космос. И показывать нам, смотрите, космос, это просто как поездка в метрополитене. Хотя, женщину, которую вы увидите в кадре, я не уверен, что она выдержит самый обыкновенный аттракцион в каком-нибудь парке развлечений. Нагрузки аттракциона. Горки и так далее. В общем, как видите, космонавты, в кавычках, развлекаются. Ну, вы меня услышали. Вот человек представился, я физик. Солнце в миллионы километров от нас. Все, леща ему. Человек представился, он космонавт, леща ему. Ну, потому что, ну, а как? Ну, вы уж понимаете, что заведомо нашим деткам дают лживую информацию. И не важно, знает преступник, что он преступник или нет. Незнание канонов не освобождает от ответственности. Надеюсь, ролик вам понравился. Материал я к нему подбирал тщательно. Хотел обратить внимание на многие аспекты. На 7 разрешите откланяться. Спасибо вам большое, что слышали меня, слушали меня. Всего вам доброго. До новых встреч. Всем добра. Все будет хорошо. Пока-пока.